Ха! Купил самую дешевую мышку от корсаров. Пунищий брод! Здравствуйте подписчики моего канала, а также уважаемые зрители, которые только что зашли на этот ролик. Вы хотите недорогую игровую мышь, но боитесь купить что-то не то? Тогда вы зашли туда, куда нужно. Сегодня у нас на обзоре игровая мышь от наших любимых корсаров модели Harpoon RGB. Если вы хотите простую, качественную игровую мышь, да чтобы еще и работать с ней было приятно, то это то, что вам нужно. Проводная компьютерная мышь имеет небольшие габариты и создана со специальной эргономикой. По моим ощущениям, сразу после того, как я сменил свою бывшую Блади на эту черную мамбу, моя рука тут же начала вопить от радости. Ну и еще с непривычки побаливать. Видите ли, эта мышь заточена под правую руку и имеет специальный небольшой горб, который идеально подойдет для полного хвата. Но это не будет мешать другим видам хвата, не волнуйтесь. Хочу сказать, что эта мышь будет пачкаться. Поверхность изготовлена из софт-тач пластика и после подных ручек остаются разводы, но это не сильно заметно и у меня вот со временем разводы сами исчезают. Провод без тканевой оплетки может стереться об край стола. Коннектор широкий и возможно будет мешать другим портам в ноутбуках, имейте в виду. Боковые стороны имеют резиновые вставочки, что прибавляет тактильных ощущений и контроля. Также не могу не отметить то, что колесо этой мыши тоже с резиновой вставочкой. И кто бы что ни говорил, поверьте мне, это удобно. Тем более есть прорези для любителей поцарапать колесо ноготочками. Ноготь заходит в них на ура. Со временем, возможно, поверхность из софт-тач пластика будет стираться здесь и здесь. Тип сенсора мыши оптический светодиодный, модель сенсора мыши Pixart PMW3320, максимальное разрешение датчика 6000 dpi, частота опроса 125, 250, 500 и 1000 герц. Не знаю, зачем они это сделали, но мышь игровая и поэтому я не вижу смысла ставить частоту меньше максимальной. Ну а за модель сенсора не шарю уж извините, но могу сказать одно, сенсор вы точно не сорвете. Что касается программной части, ну тут уж корсары конечно постарались, даже не вижу смысла все показывать. Полная настройка любого цвета, любого режима, можно даже чтобы с клавиатурой подсветка сопрягалась. У мыши есть 5 режимов с разным dpi и вы можете настроить цвет и чувствительность как вам угодно. Единственная бесполезная для меня функция это повысить точность указателя. Я смотрел другие видео обзоры на эту мышь, когда собирался ее покупать и все говорили, что якобы эта функция вообще ничего не меняет. Но я то заметил. Благодаря этой функции программа жертвует неким количеством dpi и соответственно увеличивает количество рабочего пространства в угоду точности. То есть dpi уменьшается тогда, когда ты двигаешь курсором медленнее. Но это не есть информация из достоверного источника, это то как я ощущаю это. Переключатели называются Amron, а зачем вам эта информация я не знаю. Знаю только то, что они могут выдержать 20 миллионов нажатий. Звучат они, не сказал бы что очень громко, но в наушниках слышно. Также присутствуют две дополнительные клавиши на левом боку. Нажимать на них удобнее слайдом, нежели тапом. Ну а со временем зазоры в этой мышке не будут забиваться различной грязью с рук. Впрочем, время покажет. Для вас вещал кальмар Андреевский, всем хороших покупок.